Всем привет! Меня зовут Егоров Артём, и мы продолжаем создавать игру под названием 2048. На прошлом, в седьмом уроке, мы реализовали перемещение ячеек вверх и вниз, и тем самым закончили обработку событий. То есть теперь наши ячееки могут перемещаться в любую из четырех сторон. Посмотреть прошлое видео могут только спонсоры моего канала, поэтому, если вам это интересно, вы можете оформить подписку. Стоит она всего лишь 150 рублей. В сегодняшнем нашем уроке мы с вами реализуем отображение результата. То есть здесь мы с вами выведем соответствующий текст Score, и должны с вами также вводить текущий результат, который мы с вами имеем в данный момент времени. И этот результат у нас будет с вами получаться следующим образом. Например, если мы с вами нажимаем вверх, то, допустим, вот эти две ячейки у нас имеют одинаковое значение, и они должны схлопнуться в одну. При этом вот эта у нас ячейка должна стать четверкой. И давайте тогда к нашему Скору, то есть к нашему результату, мы прибавим именно значение, которое у нас получается в этой ячейке. То есть 4. Но этот результат у нас получается только при одном схлопывании. Но таких схлопываний может быть несколько. Например, при движении вправо у нас схлопнутся с вами вот эти две двойки и две четверки. Четверки нам дадут одну восьмерку, двойки дадут четверку. То есть в итоге наш Скор должен увеличиться на 12. Причем прибавиться к нашему предыдущему результату. Но вначале давайте реализуем отображение текста. То есть выведем здесь слово Скор. Для этого нам понадобится с вами преобразовать функцию DrawInterface и создадим еще один шрифт. Назовем его FontScore. Нам также понадобится с вами обратиться к модулю PyGame, его под модулю Font и вызвать класс SysFont. Имя шрифта я выберу вот такое вот. Это встроенный системный шрифт. И размер я ему задам 48. Далее в переменную TextScore я должен сохранить наш текст. Он должен получиться путем вызова к нашему шрифту функции Render. В нее мы первым параметром передаем текст, который хотим вывести на экран. Это у нас значит соответственно Скор. Затем укажу обтекание текста в значении True. И далее мне нужно передать цвет нашего Скора. Для этого, где мы с вами заводили текст, давайте создадим еще одну константу. Это будет ColorText. И значение у нас будет с вами вот такое. 255, 127, 0. Оно соответствует рыжему тексту. И теперь я эту константу могу использовать вот здесь. И после этого я на наш экран прикрепляю при помощи метода Bleed наш текст. Это переменная TextCore. И его координаты. Я задам это кортежем. И координаты я высчитал заранее. Они имеют значение 20 по х и 35 по у. Давайте с вами запустим программу. И вот увидим отображение этого текста. Далее нужно вывести на экран значение текущего счета. То есть это будет какая-то переменная. И она у нас с вами все время будет меняться. И начинаться она должна со значения равные 0. Для этого нам понадобится с вами, соответственно, завести переменную. Давайте это сделаем где-нибудь здесь. Она будет равна 0. И эту переменную мы будем с вами передавать внутрь нашей функции DrawInterface. Первым параметром. А сама функция DrawInterface вызывается здесь. И она также вызывается вот в этом месте. Также мы должны в DrawInterface, соответственно, принять эту нашу переменную Score. И значит мы будем с вами использовать тот же самый шрифт. Но текст мы должны заменить на другой. Давайте мы скопируем эту строчку. Переменная у нас будет называться TextScoreValue. То есть значение нашего счета. Используем тот же самый счет. Но здесь нам нужно подставить значение вот этой переменной. Давайте для этого я использую F-строку. И в фигурных скобках буду обращаться к нашей переменной. Двоеточие нам не нужно уже. А обтекание оставляем. Цвет у нас будет тот же самый. И, конечно же, мы должны прикрепить нашу переменную TextScoreValue к нашему экрану. Координата по Y у нас будет с вами та же самая. А по X мы сместимся немного вправее. Давайте, например, значение 175. Запустим. И вот видим то, что у нас с вами отображается наш нолик. Если вот этого пространства до двоеточия вам будет не хватать, то просто замените значение X на большее значение. Ну, например, там 250. Теперь самое важное. Нам нужно с вами изменять значение нашей переменной Score. И это изменение мы возложим на наши функции, которые делают движение влево, вправо, вверх, вниз. Давайте мы перейдем в LogX. И вот, например, движение влево у нас организовывается вот таким образом. Я заведу еще переменную Delta. Дельта она у нас будет обозначать изменения. До циклов она у нас равна нулю. И смотрите, каждый раз, когда мы внутри вот этого вложенного цикла находим два одинаковых элемента, мы будем к нашей дельте прибавлять значение элемента масс и той. И в конце этой программы мы будем возвращать не только наш массив, но еще и дельту. Но теперь, поправив функцию MoveLeft, мы ее также должны поправить в наших тестах. Давайте я скопирую название, нажимаю Ctrl-F, чтобы отыскать по имени функции внутри нашего файлика. И вот мы видим, что внутри 12-го теста у нас с вами используется эта функция. Значит, мы должны с вами результат вызова этой функции сравнить с двумя переменами. Во-первых, это результат. А во-вторых, это наш накопленный счет. Давайте посчитаем, сколько мы должны в итоге с вами накопить передвижение влево. У нас должны сложиться две двойки и две четверки. В итоге мы должны получить 8 и 4. В сумме это 12. Итак, пишу сюда 12 и попытаюсь запустить этот тест. И он у нас пройден. Давайте также посмотрим, где у нас еще используется MoveLeft. А здесь немного будет посложнее. У нас складываются две четверки, еще две четверки и две восьмерки. То есть в итоге нужно сложить 8, 8 и 16. Что соответствует значению 32. Значит, здесь я обворачиваю это в кортеж, ставлю запятую и возвращаю 32. Посмотрим, правильно ли у нас с вами протестируется это значение. Да, мы прошли с вами еще один тест. Отлично. Значит, мы идем в главную программу и смотрим, где у нас используется MoveLeft. А это в цикле обработки событий. И значит, здесь мы с вами используем нашу переменную delta, чтобы принять результат работы этой функции. И затем, узнав значение delta, мы к нашей переменной score прибавляем эту delta. И при этом давайте до проверки нажатия клавиш мы нашу delta обнулим. То есть если мы не нажмем влево, она останется равной 0. Но если мы влево нажмем и нам вернется отличное от 0 значение, то мы к score это значение увеличим. Итак, давайте проверим. Я нажимаю влево. И смотрите, две двойки у нас должны с вами сложиться и получиться четверка. Все верно. Вот еще одна четверка. Да, у нас все с вами правильно работает. Теперь ваша задача сделать то же самое с остальными вашими функциями. Но я думаю, вы можете это проделать и самостоятельно. Я всего лишь покажу, как это сделать еще на движение вправо. То есть мы заводим переменную, обнуляем ее. И там, где проверяете два одинаковых значения, вы к этой переменной прибавляете ваш текущий элемент. И не забывайте потом вернуть накопленную delta после результаты вашей функции. И затем вот здесь, вместо массива, вы можете через запятую поставить переменную delta. Вот таким вот образом. И еще раз напоминаю, что изменение функции moveUp и moveDown вам нужно сделать самостоятельно. По полной аналогии, как мы делали с вами с функцией moveLeft и moveRight. И здесь, кстати, в moveRight, обратите внимание, что я допустил небольшую ошибку. Я к delta прибавил массив it. Хотя мы его умножаем на два вот в этой строчке. То есть мы должны порядок строчек поменять. И также не забудьте, что измененные функции moveRight, moveLeft и так далее, все их использования в тестах должны быть изменены. То есть вы должны добавить также еще и delta, с которой нужно будет сравнить. И не забудьте это обернуть в кортеж. Итак, у меня все же эти функции уже реализованы. Я имею в виду про moveUp и moveDown. И давайте посмотрим, как это все отработает. Смотрите, идем вниз, ничего не меняется. Вот, в этот момент, если мы пойдем вверх, две двойки сложатся. Да, и прибавилось 4. Вот сейчас, если пойдем вниз, у нас должно две четверки вот эти сложиться. Плюс 8. Все верно. Идем вниз, плюс 4 вот здесь вот. Да, у нас все с вами работает. Отлично. Зря закрыл, давайте вновь запущем. И давайте также отобразим на экране нашей игры, сколько у нас прибавляется за каждый ход. То есть, например, сейчас, если пойдем вправо, вот эти две двойки должны нам прибавить четверку, 28. И вот конкретно четверку, то есть вот здесь значение плюс 4, мы с вами тоже давайте отобразим. Итак, как это сделать? Мы должны с вами в нашу функцию drawInterface также передавать нашу delta. Но в самом начале она у нас delta равна 0, поэтому мы ее передавать не будем. Но вот здесь мы ее обязательно передадим. Наша функция, соответственно, может принять delta, то может ее и не принять, а может принять нулевую. Поэтому давайте сделаем этот параметр по умолчанию. Нам понадобится с вами такой же шрифт, который мы использовали для счета. Давайте я его скопирую. Только это у нас будет фон delta. И размер мы ее зададим поменьше. Путь будет 32. И затем, после вот этой строчки, давайте я проверю. Если delta у нас вообще не 0, то есть что-то больше нуля, то мы с вами, соответственно, будем ее и отображать. Давайте я скопирую вот эту строчку. Мы использовать будем с вами фон delta. Соответственно, здесь переменные text delta. Использовать мы будем f-строку вместо вот этого scora. И здесь я использую переменную delta. И не забудьте перед вот этой скобкой поставить знак плюс. То есть мы им будем показывать, насколько наша сумма вырастет. И последнее, что мы делаем, мы к экрану прикрепляем нашу переменную text delta. Координата ее будет такая же, как text core value по x. Но давайте чуть-чуть сместим в левую сторону. А по y мы должны ее расположить ниже. Поэтому значение 65. Давайте запустим. И убедимся, что этот текст у нас выводится. Итак, двигаемся. И вот, смотрите, у нас прибавилось плюс 4. Идем вправо. Должны две четверки и две двойки сложиться. Сразу 12. Сейчас две четверки при движении влево плюс 8. И вот у нас теперь все с вами отображается. Отлично. На этом мы сегодня с вами закончим. На следующем уроке мы с вами заведем базу данных и научимся сохранять результаты каждых попыток и выводить самые лучшие из них. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok